Здравствуйте, коллеги! Мое имя Дмитрий, я являюсь разработчиком программного обеспечения Skype Rock Programmer. В этом видео я хочу показать, как исправить ошибку F12, которая возникает периодически на модулях Arcadia серии 1 и является именно программной ошибкой, а не аппаратной. Конечно, на других модулях тоже такие ошибки возникают и они бывают, естественно, и аппаратными в том числе, но конкретно сейчас мы будем говорить об этом случае. Как вы видите, у меня на столе лежит модуль Arcadia, как раз такой, о котором речь. Он подключен к электросети 220 вольт, также к нему подключена плата индикации, которая как раз нам сигнализирует о том, что у этого модуля возникла ошибка F12. Верхний гризидальный ряд, как видите, полностью моргает. Типичная индикация при ошибке, любой ошибке. А вертикальный ряд как раз показывает нам коды ошибки. Считается двоичным кодом. Внизу, ниже светодиод означает самый младший разряд. Считается так. 1, 2, 4, 8. Горят светодиоды, которые, у которых номинал 4, 8, то есть 4, плюс 8, получается 12. 12 ошибка. Нет связи, плата индикации и силового электронного модуля. В данном случае я точно знаю, что это неисправность является программной. У микроконтроллера силового блока повреждена часть флеш-памяти и нам нужно залить в него свежую прошивку, заведомо исправную. Для этого нам потребуется, собственно, сам неисправный электронный модуль. Плата индикации нам тоже понадобится для визуаляции, первоначального состояния блока, да, что он неисправен, имеет F12 ошибку, а затем после работы, чтобы посмотреть, что эта ошибка устранена. Кроме того, нам потребуется программное обеспечение SkyPro с поддержкой USB-DM программатора и, собственно, сам USB-DM программатор. Вот я располагаю на данный момент таким. Конечно, они бывают различного исполнения, например, если заказывать с китайского известного сайта, то может быть, например, вот такой. Достаточно качественно выполнен, как внешне, так и внутренне, функционален. Сейчас у меня под рукой его нет, чтобы показать вживую, а есть такой. Его я покупал у Сергея Шотовича. Этого человека можно найти на достаточно известном форуме мастеров. Ник у него Профиг. Вещь неплохая. Купил я его очень давно, очень здорово мне помог и до сих пор работает. На концах провода, четыре проводка, на концах я, на кончике я припаял крокодильчики, практически сразу как купил, потому что я не люблю припаивать каждый раз к нужным точкам. Кстати, схемы подключения, то есть нужной точки, вы можете найти у меня на сайте skyproc.net, ну, либо просто воспользоваться поиском в интернете и выпусковиков. Информации очень много по этому поводу, просто невероятно много. Так, итак, все у нас есть, все готово к работе. Начнем работу. Для начала нам нужно обесточить полностью электронный модуль. Лишнее от него нужно нам отсоединить, чтобы нам ничего не мешало. Отсоединяем, убираем. Конечно, не убираем, потому что нам нужно будет проверять результат работы. Дальше нам нужно подключить программатор USB-DM к модулю. Питание. Обратите внимание, кстати, что во время работы электронный модуль, он будет запитываться, получать питание, микроконтроль, получать питание от непосредственно программатора USB-DM. Вот его провода, это черный минус и вот пристегиваем сюда красный плюс. При таком подключении питания сюда должно попасть 5 вольт, поэтому в программаторе ставим перемычку на 5 вольт. Вот он тут есть, вот перемычка, вот тут схемка. Перемычка должна поставить на 5 вольт. Если вы поставите на 3,3 вольта, то работы, скорее всего, не будет, потому что до процессора не зайдет 3,3 вольта. Это касается именно такого включения. Если программатор будет у вас другой, другого типа, например, белый, как я показывал, там перемычка стоит внутри корпуса. Для этого нужно его, программатор, разобрать. Так, линии посоединяем сюда. Так. И вот так. Вот, вот что получилось. Видите, да? Отлично. Вот оно все. Теперь подсоединяем. Да, теперь открываем. Открываем настройки программы SkyProc Программер. Выбираем модуль Аркадия. Программатор нужно USB-DM, но он еще не подключен. Подключаем программатор к компьютеру через USB кабель. Подключили. Как видите, здесь зажегся такой кружочек. Определился USB-DM программатор. Выбираем его. Кроме того, есть программатор USB-DM, который поддержит аппаратный выбор питания. Программный, простите. Здесь, в таком случае, то есть у него, если нет перемычки, то здесь поставим 5 вольт. Так как этот программатор, у него только... Выбор питания осуществляется только перемычкой. Здесь этой роли играть никакой совершенно не будет. Все. Нажимаем ОК. Подтверждаем еще раз. Для начала попробуем считать содержимое процессора, для контроллера. Нажимаем кнопочку читать. Как видите, вот побежал, так и у нас прогресс побежал, полосочка. Чтение осуществляется. То есть, это означает, что процессор откликается, он читаем, но работать он отказывается у нас в стиральной машине. Потому что именно часть флеш-памяти повреждена. Все. Мы видим, что данные считались и поместились в буфер B. Вот они у нас, все вот эти вот данные, да. Статистику можно посмотреть. Флеш-версион, серийный номер стиральной машины, продуктовый код, модель, ошибки какие возникали. Вот 5, код 5, субкод 01. Один раз, это значит заблокированный насос. 601 два раза, это значит незакрытая дверь. Ну и опять заблокированный насос. Незакрытая дверь. Несколько раз. Все. Мы считали поврежденную прошивку. Теперь мы можем ее сохранить нам на диск, на всякий случай. Мало ли потом нам и для каких анализов нужно. Здесь мы сразу выбираем формат S19. поскольку флеш, данный флеш записывается в этом формате. Означаем ее. Пишем 0, 1. Так, как она там у нас? 0, 4, 0, 9. 0, 4, 0, 9. Сохраняем. Все. Вот она у нас появилась на рабочем столе. Мы ее сохранили. Теперь нам нужно сделать новую прошивку флеш памяти. Так, где она у нас? Так, где она у нас? Вот, 0, 1, 0, 4, 0, 9. Нашли мы ее. Теперь мы ее перетаскиваем с диска в поле программы. Отлично. В буфере A у нас появилась эта прошивка. Дальше нам нужно в базе данных найти именно конфигурацию под модель. Для этого вот открываем встроенную базу данных программы. И фильтром вот у нас 50, 629, 50, 629, 1, 1. Вот, в принципе, уже вот появились варианты. Два варианта всего. Нам нужна та, которая заканчивается на единицу. Два раза щелкнули на нее. Возникает окошко, что слияние SV и конфигурации произведено. То есть в буфере A у нас теперь готовая прошивка для записи в эту плату. Все. Нам теперь осталось только нажать на запись и выбрать девайс, который у нас находится. Об этом вы можете почитать на моем сайте skyprog.net. В данном случае у нас 4L1SY. Это маска. Ее нажимаем. Все. Сейчас у нас началась запись. Нам осталось только дождаться, когда она закончится. Как мы видим, запись произошла успешно, о чем следует надпись внизу программы. Теперь нам осталось проверить, а желали наша плата. Отсоединяем в обратном порядке. Убираем. Отсоединяем USB кабель от USB-DM. USB-DM отсоединяем от электронной платы. Убираем его, чтобы он уменьшался. Достаем плату индикации. Подсоединяем плату индикации. Видно, да, там? Да, видно. Соединяем провод и втыкаем его в розетку. Все. Посмотрите. Зажегся теперь светодиод. И моргает так, как он и должен моргать при исправной электронике. Можно что сделать? Выбрать какие-то вещи, наверное, тут надо выбрать другую программу. Да, тут дополнительные функции. Чем-то не выполняется, не выбирается. Ну, это уже не важно. Вот выбралось. Ну, нет, к сожалению, полноценной панели управления, чтобы более наглядно показать. Но смысл, я думаю, понятен. Если сейчас посоединить блокировку люка, мотор и так далее, и нажать старт, то будет выполняться программа. Все. Спасибо за внимание. Смотрите мои видео. Читайте всю информацию на сайте skyproc.net. Покупайте программное обеспечение SkyProc Программер. Всем удачи в ремонтах. До свидания.